Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Выпечка Хлеба! Хочу поблагодарить вас за то, что смотрите мои видео-уроки. Печете свой хлеб и делитесь результатами, присылая свои фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сегодня предлагаю вам испечь замечательный и очень вкусный белый зерновой хлеб на пшеничной закваске. Сама пеку его второй раз и результат снова радует. Получается очень мягкий и ароматный хлебушек с тонкой хрустящей корочкой. У меня хлеб стоял на расстойке 2 часа при комнатной температуре, но его также можно расстаивать и в холодильнике до 16 часов. Я думаю, это придаст ему еще больше вкуса. Рецепт рассчитан на 2 большие булки хлеба. Для расстойки я использую корзинки длиной 25 см. Но они немного маловаты. Для такого объема больше подойдут корзинки длиной 30 см. Просто у меня пока таких нет. Но хлеб все равно получается очень удачным. Любителям белого хлеба и семечек, таким же как и я, рекомендую. За день до выпечки готовим закваску. И для начала освежаем стартер. Для этого подготовили 10 г ржаного стартера. 16 г пшеничной муки первого сорта. И 8 г воды комнатной температуры. К стартеру добавляем муку. И воду. И все хорошо вымешиваем. Должна получиться очень густая закваска. Накрываем. И оставляем стартер на 6 часов. За 6 часов наш стартер стал активным. Он хорошо увеличился в объеме. И стал весь пористый. Теперь на нем можно заводить закваску для хлеба. Для закваски также просеяли 150 г пшеничной муки первого сорта. И подготовили 190 г воды комнатной температуры. В чашу большего объема перекладываем 30 г активного стартера. Добавляем воду. И размешиваем стартер так, чтобы он разошелся в воде. Теперь добавляем муку. И все хорошо вымешиваем. Должна получиться достаточно жидкая закваска. Закваску накрываем и оставляем на 12-14 часов. Для мочки подготавливаем 70 г льняных семян. И 210 г холодной воды. У меня вода из холодильника. Заливаем семена водой. Накрываем. И также оставляем на 12-14 часов. Лучше это сделать на ночь. Утром заранее готовим подсолнечные семечки и кунжут. 120 г семечек подсолнуха. И 60 г кунжута слегка обжариваем на сухой сковороде. Моя закваска бродила 12 часов. Она увеличилась в объеме вдвое. И на поверхности множество мелких пузырьков. Теперь можно заводить на ней тесто. Для теста нам понадобится 340 г готовой закваски. 770 г пшеничной муки первого сорта. 80 г ржаной обойной муки цельнозерновой. 23 г соли. Вся мочка, подготовленная с вечера. Обжаренные семечки с кунжутом. И 320 г воды комнатной температуры. В чашу к закваске перекладываем всю муку. Добавляем соль. Семечки с кунжутом. Всю мочку. Начинаем замешивать на низкой скорости. И постепенно добавляем воду. Первые 3 минуты вымешиваем на низкой скорости. И затем еще 3 минуты на средней. Должно получиться мягкое, слегка липкое тесто. Тесто можно еще немного пообминать вручную. Чашу, где будет растаиваться тесто, смазываем растительным маслом. Перекладываем в нее тесто. Накрываем и оставляем на 2,5 часа. Сейчас я делаю вторую обминку теста. Для того, чтобы растянуть и сложить тесто, Берем тесто за край, растягиваем и складываем его к середине. Так повторяем несколько раз со всех сторон. При обминке тесто становится очень послушным. Накрываем и оставляем на последние 50 минут. Когда тесто подошло, приступаем к формированию хлеба. Для этого стол посыпаем мукой и перекладываем на него тесто. Сверху также тесто немного посыпаем мукой. Делим его на две равные части. Каждую часть формируем сначала в шар. Корзинки для расстойки посыпаем мукой. Так как у меня овальные корзинки, я формирую овальную булку хлеба. Сформированный хлеб перекладываем швом вверх. Сверху посыпаем мукой. Также формируем второй хлеб. Кладем хлеб в корзинку швом вверх. Сверху посыпаем мукой. Корзинки накрываем или убираем в пакеты, чтобы хлеб при расстойке не подсыхал. Ставим на расстойку на 2-2,5 часа. Заранее прогреваем духовку до 240 градусов вместе с камнем и емкостью для пара. У меня хлеб простоял ровно 2 часа. Кладем тефлоновый лист или пергамент и осторожно придерживая рукой перекладываем хлеб из корзинок. Делаем на хлебе произвольные глубокие разрезы. Делаем хлеб в разогретую духовку. перетягивая его вместе с тефлоновым листом или пергаментом. Снизу выливаем кипяток и создаем пар. Дополнительно для пара можем побрызгать стенки духовки. Первые 15 минут печем с паром. Затем пар выпускаем из духовки. Из-под хлеба можно убрать тефлоновый лист. температуру снижаем до 200 градусов и печем хлеб до готовности еще 25-30 минут. Достаём хлеб из духовки. Если звучит глухо, значит готов. перекладываем хлеб на решетку и полностью его остужаем. Долгожданный момент настал. Нарезаем наш свежий ароматный хлебушек. Не забудьте поставить лайк этому хлебу и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ведь вас ждут новые рецепты хлеба на закваске. Приятного аппетита и до новых встреч!